Приветствую в парах канифоли! Сегодня будет ознакомительное видео с микроконтроллером ATENI 13. Я расскажу что это такое, зачем он вообще нужен и как с ним работать. Микроконтроллер это грубо говоря примитивный компьютер. Он выполняет программу загруженную его память. На сегодняшний день существует множество их разновидностей, однако самыми популярными являются микроконтроллеры на платах ардуино. Это очень удобная и недорогая платформа для всяких любительских проектов. Основным компонентом любой платы ардуино является микроконтроллер серии от мега, а все остальное обеспечивает его работу. Рассмотрим на примере ардуино уно. Вот плата с микроконтроллером на ней. Для удобства работы на ней размещены разъемы питания и usb. Чтобы микроконтроллер не сгорел, ему нужен стабилизатор, который обеспечит необходимое постоянное напряжение в 5 вольт, а чтобы сгладить возможные пульсации понадобятся конденсаторы. Кварцевый резонатор задаст тактовую частоту, с которой будет работать микроконтроллер. Для того, чтобы он нашел общий язык с компьютером, будучи подключенным по usb, понадобится дополнительный контроллер, который возьмет на себя эту задачу. Чтобы было удобнее подключать к выводам микроконтроллера различные модули и провода перемычки, по краям располагаются специальные разъемы. Также на плате есть разъемы для отладки и прошивки через программатор. Для индикации работы используются 4 светодиода. Индикатор питания, приема данных, передачи данных и светодиод, который можно запрограммировать для индикации чего угодно. Он загорается каждый раз, как на 13-й пин микроконтроллера подается напряжение. Если возникнет необходимость перезагрузить микроконтроллер, для этого есть кнопка. Ну и наконец, на плату нанесены обозначения выводов микроконтроллера и светодиодов. Отени 13 не нуждается в дополнительных элементах и работает сразу, как только подается питание на пятую и четвертую ножку. Для стабильной работы рекомендуется устанавливать резистор на 10 кОм между первой и пятой ножкой и конденсатор на 1,1 микрофарада параллельно питанию. Резистор рекомендуется для того, чтобы пин перезагрузки не висел в воздухе неподключенный, так как он может ловить наводки и перезагружать микроконтроллер. А конденсатор – для сглаживания пульсаций и улучшения качества питания. Это именно рекомендации, так как Отени будет работать и без них. В любом случае найти резистор и конденсатор не так уж и сложно. Отени 13 – это 8-битный микроконтроллер архитектуры АВР. Имеет 1 кБ флэш-памяти для записи программ, 64 байта EEPROM для хранения данных и 64 байта оперативной памяти. С одной стороны, это очень мало, даже для микроконтроллера. У той же от Mega 328, например, 32 кБ флэш-памяти. Но для задач, выполняемых Отени, этого будет достаточно. К тому же такое ограничение – это неплохая возможность научиться оптимизировать свои программы, грамотно выбирать переменные и обходиться без ненужных операций. Отени может работать в диапазоне напряжений от 1,8 до 5,5 вольт, что выгодно отличает ее от платы Ардуино. К тому же наш сегодняшний герой совершенно не прожорлив, потребляя около 300 мкА в активном режиме при напряжении 1,8 вольт и частоте 1 МГц, а в режиме пониженного потребления и вовсе 0,5 мкА. Тактовую частоту можно устанавливать от 128 кГц до 9,6 МГц. С завода они выходят с частотой 1,2 МГц и можно не менять. Первые 5 штук я купил в дип-корпусе, а пока готовил видео, как раз пришел еще десяток совсем мелких, в сои-корпусе, они еще дешевле. Как вы понимаете, функциональных портов для подключения всякого здесь гораздо меньше, чем у Ардуино. Из восьми ножек всего, две, как мы уже знаем, для питания и одна для перезагрузки микроконтроллера. Оставшиеся 5 и будут портами ввода-вывода. Все они могут быть цифровыми пинами и настраиваться как на вход, так и на выход. Три из них могут быть аналоговыми входами, а оставшиеся два аналоговыми выходами, то есть генерировать шим-сигнал. Atini 13 это как микровариант платы Ардуино, которому можно поручить простые задачи. Есть множество очень простых проектов, в которых использовать целую плату Ардуино нецелесообразно. В то же время в некоторых сложных проектах, где уже не хватает пинов, часть функций можно возложить на Atini. Если устройство будет питаться от аккумулятора или солнечной панели, то опять-таки Atini будет удачным решением благодаря низкому потреблению. В будущих видео я еще покажу, что можно сделать на Atini 13, так что если вам эта тема интересна, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Кроме того, я встречал этот микроконтроллер и другие из его семейства в готовых устройствах, где нужно было как-то по-особенному управлять светодиодами. Если вы еще не экспериментировали напрямую с микроконтроллерами, советую для начала взять вот такие в дип-корпусе. Их можно вставлять в макетную плату или вот в такую панельку, а не паять к плате. Тогда вам будет проще перепрошивать микроконтроллер в случае некорректной работы или если захотите изменить или добавить какие-то функции. Теперь давайте разберемся, как заливать в него свои программы. Прежде всего нужно добавить поддержку Atini 13 в Arduino IDE. Для этого скачайте архив по ссылке в описании. Далее заходим в мои документы, находим Arduino и там должна быть папка hardware. Если ее нет, то создаем. В нее и нужно будет распаковать скачанный архив. Должно получиться вот так. Теперь запускаем Arduino IDE. Если она уже была запущена, то выйдите из нее и зайдите снова. После этого во вкладке инструменты пункт плата появится подпункт Atini 13. Теперь нам нужно из имеющейся платы Arduino сделать программатор. У меня это Arduino Nano. Подключаем ее к компьютеру, выбираем в меню плат, находим примеры и выбираем Arduino SISP. Ничего не меняя, загружаем этот скетч в плату, как любой другой. Готово. Теперь Arduino будет выполнять функции программатора. Когда плата понадобится вам для другого проекта, просто загрузите в нее новый скетч и все. Теперь вставляем микроконтроллер в макетку. Обратите внимание на ключ, по нему следует ориентироваться, когда вставляете или впаиваете микросхему. Проводами-перемычками соединяем Arduino и Atini. Пятая ножка и 5 вольт, Четвертая и GND. Первая и пин D10. Восьмая и D11. Седьмая и D12. И шестая с пином D13. Сейчас покажу поближе. Я рекомендую вставлять перемычки по краям макетной платы, чтобы было удобнее вынимать и вставлять микроконтроллер. Теперь непосредственно прошивка. Любой уважающий себя ардуинщик первым делом мигает светодиодом. Мы пойдем чуть дальше и помигаем сразу пятью в разных режимах. Я не буду рассматривать этот код, в нем ничего не сложного, не полезного, не красивого. Написал его просто для примера. Поскольку этот код предназначается Atini 13, то ее и следует выбрать в меню плат. Как я уже говорил, по умолчанию частота 1,2 МГц. Если хотим поменять, то нужно выбрать желаемое значение и нажать записать загрузчик. Сам процесс загрузки скетча будет немного отличаться от привычного. Укажем, что используем в качестве программатора Ардуино. Не забываем выбрать порт. Теперь во вкладке скетч выбираем загрузить через программатор. То ли из-за версии IDE, то ли из-за моего китайского клона Ардуино, при загрузке почти всегда выбивает ошибку. Если у вас тоже так происходит, то увидев ошибку, зайдите в меню и запишите загрузчик еще раз. А потом попробуйте снова записать скетч. Должно получиться. Если все равно не выходит, убедитесь, что правильно подключили Atini 13 к Ардуино. Если вы работаете под macOS или Linux, может потребоваться отключить автоперезагрузку Ардуино. Для этого установите между пинами Reset и 5 вольт резистор на 120 Ом или конденсатор на 10 микрофарад между Reset и землей. Подробнее об этом можете почитать по ссылке в описании, правда на английском. После успешной загрузки скетча полюбуемся на мигающие светодиоды и пофантазируем, что бы такого полезного сделать на базе этого микроконтроллера. В заключение хочу сказать, что Atini 13 определенно заслуживает свое место в вашем ящике с деталями для самоделок. Он дешевый, компактный и не слишком сложный для освоения любителями. Конечно, Arduino IDE нерационально использует его и без того ограниченную память, но в этой среде легко и привычно работать. А немного разобравшись, можно заняться освоением профессиональной среды разработки типа WinAware или Atmel Studio и создавать еще более сложные и интересные проекты и придумывать шутки про ардуинщиков. В следующих видео я покажу несколько практических применений для этого микроконтроллера. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, если вам было интересно смотреть. До новых встреч в порах канифоли! Субтитры создавал DimaTorzok